Ничего за это не было. Как бы вы оделись? Я много раз одевалась, вот как нельзя, и мне за это ничего не было. Я вам расскажу такую историю. Одна моя приятница, актриса, очень известная актриса, я не буду называть ее имя, потому что не знаю, готова ли она прозвучать в этой истории. Она мне рассказала следующее. Она говорит, ты знаешь, я с изумлением разглядываю собственные фотографии периода беременности. Потому что я потом реконструировала, что мне почему-то в этом состоянии, мне безумно хотелось золота. Я была вся, во-первых, увешана, как новогодняя елка, а во-вторых, мне хотелось золотых кофт, юбок. Я смотрю на это, это не я, она вообще очень элегантная женщина, хорошего вкуса, хорошо одевающаяся, так строгая. Она говорит, я смотрю и думаю, что это было. У меня, значит, был такой период, правда, это было не связано с рождением ребенка, когда я выходила замуж в первый раз, мы получили талоны в этот магазин для новобрачных. И я там увидела запредельного ужаса парчевый пиджак. Значит, он был сшит так колом, да, из парчи, такой нежный бордор с золотым, значит, таким вот шитьем и так далее. Это была вещь такого радикального уродства, что я купила его немедленно и носила потом со штанами сшитыми из шторы и феской. Совершенно правильно вы сделали. Всякая женщина должна один раз в жизни, как минимум, поносить абсолютно китчевую вещь. Вот парчевый пиджак относится, безусловно, к китчевым вещам. Я тоже носила парчевый пиджак, но у меня он был зеленый золотом. Дело в том, что я как раз склонна согласиться с нашей гостьей сегодняшней, потому что вот как ты себя чувствуешь, вот то и напяливай на себя. Особенно, если ты не скован никаким официальным протоколом. Вы готовы были бы, например, носить вот этот средневековый мужской костюм? Две ноги разного цвета в обтяжку, игульчик? Безусловно. Все. Шьем вам. Спокойной ночи. Это программа «Школа злословий». Мы ее ведущие Татьяна Толстая. И Авдотья Смирнова. А у нас в гостях сенатор Валентина Александровна Петренко. Здравствуйте. Давно мы вас хотели видеть из себя. Вы знаете, я очень много смотрю ваших передач и тоже давно хотела с вами побеседовать на ночь глядя. Вы о чем хотели с нами побеседовать? Вы знаете, на самом деле очень много интересных проблем, которые хотелось бы обсудить, и они касаются практически большого количества населения. Так как комитет по социальной политике, и даже не потому, что по профессиональной своей деятельности работаешь, очень много встречаешься с людьми, и очень много вопросов, которые, к сожалению, которые волнуют людей, они очень тяжело доходят до рассмотрения на самом верху порой. А это абсолютно жизненные вопросы. Ну, например, вот самый последний, буквально вчерашнего дня, мы очень долго вели разговор с нашими девушками, женщинами, которые родили детей в гражданских браках. И очень многих из них мужья, так называемые, да, то есть как бы не написано, что они мужья, они просто из дому выпроваживают вместе с детьми. И интересная позиция вот адвокатов и так далее, кто рассматривает эти вопросы, они говорят так, ну, вы вообще ни на что не имеете права, потому что это жилье до брака было, значит, так называемого брака, значит, за мужчиной, вы здесь никто. А то, что вы родили двоих, а у меня есть примеры, где и трое детей в гражданском браке, и где прожили 15, 18 лет вместе, начиная там со школы буквально, вы ни на что не можете претендовать. Женщина воспитывала троих детей, житей негде, работы у нее, естественно, нет, она ухаживала за этими детьми, тем более один ребенок инвалид. Все, она на улице. И товарищ муж говорит ей, а я вот женюсь второй раз. Очисти площадь. Да, очисти площадь и вместе с детьми. И более того, детей называют иными гражданами. То есть, как бы, он не пишет ей, там, значит, и юристы, и его, и адвокат, ну, просто, как бы, вот, заняли такую позицию, что по жилищному кодексу, значит, если это частная собственность, то на детей это все не распространяется. Мы уже неоднократно ставим этот вопрос. Сегодня, как бы, есть движение вперед в Думе, многие поддерживают, но решения пока нет. Я считаю, что это нужно сделать незамедлительно, потому что тогда... А почему нет решения? А я не знаю. Вы знаете, для меня очень странная позиция иногда, когда люди имеют двойные такие стандарты, когда они вот в кулуарах говорят, что это нужно сделать, и мы понимаем. И что детей права защищать нужно, а я, вы знаете, давно этим вопросом занимаюсь. Решения коллегиального пока нет. А вы член Единой России? Нет. Нет. Я, честно говоря, очень сильно люблю просто свою работу и стараюсь посмотреть и международный опыт, и опыт, который был и в Царской России. Нет, я просто... Я спрашиваю, потому что, понимаете, вы говорите, что вот такие-то, такие-то законы, да, не проходят, там, и так далее, и тому подобное. Потому что люди говорят, что да, надо, но на самом деле никому не надо, и никто этим не занимается, и так далее. Но дело в том, что поскольку у нас фактически уже монолитная Дума, да, это одна партия, как мы привыкли. Ну, я думаю, что по этому вопросу должны поддержать. Тут выступает или лоббирует интересы собственник. И вот собственники порой становятся более важными, частная собственность, чем, предположим, вот такой вопрос, о котором я говорю. И, коль скоро жилищный кодекс принять недавно новый, то нет желания, видимо, вот взять и сейчас тот же статьи, которые принимались, ведь мы это обсуждали. Потому что, ну, как, естественно, потому что Единая Россия, которая сидит в Думе, она занимается и принимает только те законы, которые ей спускают сверху. У нас же кончилась, так сказать, партийная жизнь, партийные инициативы, демократия и так далее. Этого нету больше. Ну, вы знаете, сейчас есть попытка сделать так, чтобы было несколько, как бы, партий, да, и не литочки Думы. У нас здесь все свои, а? Да, здесь все свои. Я, знаете, что хочу сказать, вот я не люблю, во-первых, перерожденцев, извините, можно я вот правду скажу, да, потом не люблю людей с двойными стандартами. Перерожденцев в каком смысле? Ну, в таком, знаете, я знаю, я знаю нескольких людей, которые сегодня очень сильно активничают в регионах, ну, на примере региона, и занимают очень высокие посты, они были в семи партиях. Вот они, они столько посетили партий, и людьми все равно не остались. А вы в КПСС были? Да, я была в КПСС. Вы в партию вступили, скажите, для карьеры? Нет, я вступила из-за собственного отца, из-за того, что его исключали из партии, из-за того, что он не разрешил жечь стерню. Тогда был Назаров, Зерноградский район Ростовской области, и моего папу, значит, хотели исключить из партии, значит, только из-за того, что, вот, как бы, знаете, стерня, как бы, хлеб, ее, как правило, поджигали. Эти поля горели. А папа, он у меня до мозга костей был агроном, писал много книг, у него масса наград. Он суперпрофессиональный работник сельского хозяйства, агроном, он бредил этим, он работал до 4-х, до 3-х утра. И когда жгли, папа говорил, что погибает зольный слой, и все микроорганизмы, и все таракашки, букашки, которые перерабатывают эту стерню, и получается, что мы теряем гумус, вот этот самый богатый слой. И он обманул первого секретаря райкома партии, он опахал поля вокруг, я тогда еще совсем была ребенком, значит, он опахал поля, а тот сел на вертолет в этот день и ехал на охоту, летел. И увидел, что поля не горят. И вот его, к этому, значит, и я себе дала слово, я защищала отца, и мне сказали, покинь зал, ты не коммунист, ты не имеешь права здесь присутствовать и разговаривать, ты никто. И я подала заявление еще за месяц до 18 лет. Мне хотелось быстрее вступить, чтобы поговорить. Я клянусь перед Господом Богом сейчас, что я говорю вам истинную правду, я назвала фамилию, он уже умер, этот человек, мой папа умер, к сожалению, Царство им небесное. Но у меня вот было только из-за того, чтобы защитить отца, потому что я знала, что для папы его работа – это его жизнь. Так и случилось, он после этого случая умер. То есть из-за этого. А потом уже, как бы, мы работаем, времена меняются. А зачем вы пошли в высшую партийную школу? А я скажу, зачем. Ну, во-первых, тогда высшая партийная школа – это была единственным, как бы сказать, учебным заведением, который давал позиции общегосударственные, как в нашем восприятии. Да, мне было не настолько много лет, чтобы учебного другого заведения такого ранга не было, потому что именно только в одном центре давались все позиции, то, что есть за рубежом в другой государственной партии. И скажу почему. Я работала в Комсомоле, в педагогическом институте, сейчас это университет, и как бы работала с молодежью. Мы организовывали строительные студенческие отряды, молодежную торговлю. На этом фоне, сейчас вам скажу, это с 73-го где-то года, 75-го года, вот до 80-го, наверное. То есть вы у нас комсомольский работник в анамнезе. В анамнезе, да, наверное так. Вы знаете, много критик всяких, но я хочу сказать, вот еще, почему я говорила о двойных стандартах и так далее. Все зависит от человека и от его позиции, независимости ни в какой он партии, ни, предположим, какой должности он занимает. Вот для меня человек, это тот, который, во-первых, первое, не боится высказывать свои взгляды, отстаивать эти взгляды или позицию, особенно то, что касается твоей профессиональной деятельности. Ибо тогда бы никаких ни новых открытий не было, ни интересных публикаций, ни как бы... Вообще комсомол и тогдашняя КПСС, насколько я помню, не очень приветствовала, когда люди высказывали открыто свое мнение, если оно, например, не совпадало с линией партии. Ну, вы знаете, вот я вам честно скажу, меня это мало интересовало, может быть, поэтому я почти дошла до ситуации, когда был поставлен вопрос очень жестко по мне, когда, значит, я выступила за исключение из партии и провела пленум достаточного количества секретарей ЦК КПСС за позицию вы их сверху, мы их снизу. Помните, был такой лозунг по поводу коммунистов, когда исключались из партии или были такие разнарядки по исключению из партии, значит, достаточно серьезных руководителей, которые... Я помню, потому что мы там не застояли, это все мимо нас проезжало. Можно быть членом партии и всю жизнь быть мерзавцем, а можно быть не членом партии или быть членом партии, но быть достаточно серьезным. И у нас таких примеров много, да? Люди войну выиграли с именем партии, с именем даже Сталина, к которому мы сложно относимся. И мы сегодня понимаем... Мы очень просто. Мы очень просто. Убийца, гадяня, дает... Я это имею в виду, я это имею в виду, ну, мерзавица, одним словом. А вот объясните мне, значит, вот вы же вообще-то учительница, педагог, да? Да. Значит, вот, значит, комсомол, партия, сейчас вы уже в Сенате, при этом вы везде во всех интервью говорите, как вы любите школу, как вы там себя чувствуете, как дома. Люблю. А зачем вы вообще полезли вот в это вот... Я не полезла. Чтобы что? Я не полезла. Я не полезла абсолютно, потому что, знаете, когда видишь определенные несправедливые вещи, которые делаются, а у тебя есть возможность каким-то образом повлиять на решение, или, по крайней мере, есть трибуна, с которой ты можешь об этом сказать, пусть самая маленькая, то, как бы, начиная со школы, вот, меня называли, там, может, некрасиво сказать, неформальным лидером, то есть я не была избрана куда-то, начиная со школы. Но когда был вопрос... Почему некрасиво сказать? Ну, как бы, о себе говорит, да, там, неформальный лидер. Но получалось так, что в классе, например, и в школе, когда там были несправедливые какие-то вещи, мы всегда выступали против. Не потому что у тебя там все пятерки в школе, а потому что обидели, например, человека, который случайно сжег елку, его исключили из школы. Да, он хороший ребенок, но потому что девочка, вот у нас был пример, девочка-инвалид попросила зажечь бенгальские свечи на елку, да, значит, и мальчик сделал это. Естественно, елка, простая, в том, 10 дней уже в школе, и пары вокруг, она просто вспыхнула, ее повалили потом, чтобы спасти. И парня исключили практически из школы. Был целый процесс, мы, естественно, классом выступили против, и это противостояние было очень долго, пока, значит, ну, по крайней мере, мы эту школу... То есть мы этого парня не спасли, он не пошел в школу. Вот то же самое было в институте, то же самое было гораздо позже. Поэтому, ну, это само собой, я не хотела, как бы, вот, каких-то специальных, и меня никто... Вы активистка, да? Ну, получалось, видимо, так, да. А вот ваш стиль, вы одна из самых стильных женщин у нас, значит, на государственной службе, да? У нас вообще очень мало женщин на государственной службе, из тех, которые есть, очень мало у кого есть свой стиль, своя индивидуальность. Вот мы с Татьяной, собственно, когда готовились к программе, мы обсуждаем, что, собственно, только вы и Хакомада. У Хакомада совершенно другой стиль, да? Но ярко-индивидуальный. Да. Вот, и у вас ярко-индивидуальный стиль. Значит, собственно, как бы я, при том, что я там не очень хорошо вижу вдаль, да? Но когда я вижу силуэт... Но нюхаю, слышу, хорошо, да. У вас красивые глаза, это не потому, что комплименты, это правда. Ваш силуэт в телевизоре, да, силуэт издалека, я еще не вижу кто, я уже знаю, что это вы, да, я по силуэту могу определить, что это вы. Скажите, а когда этот стиль формировался? Ну, буквально с детства. С детства, да? Да, меня ругали за него очень часто, особенно, вот вы говорили о партии, да, все-таки, как бы там костюмы в большей степени такие вот, которые, типа мундира. Как у Светланы Петровны горячего. Я, ну, это не мое, это не мой стиль. Это не мой стиль, мне не нравится, мне некомфортно в этом. И у меня такое ощущение, что я вот действительно в футляре, знаете, в таком каком-то, да, мне нехорошо. Мне хочется, чтобы вот то, что есть в себе женское, по крайней мере, потому что мы отличаемся от мужчин, вот оно было. И оно подчеркивало, что у меня есть своя душа, у меня есть свое восприятие этого мира особенное. У меня есть любовь внутри, да, там, к людям, к близким, к чужим, к кому угодно. Что у меня есть ранимость большая, кстати. И поэтому вот это, наверное, все дает возможность именно себя выразить вот в таком, а не в чем-то другом. А вы костюмы шьете у модельеров? Вы знаете, я сначала шила многое сама. То есть именно потому, что, да, раньше, вы знаете, все было одинаково, как бы, да, особенно в партии, и меня всегда все возмущало, когда все женщины одеты с одного магазина или с одной одеждой, ну, я не знаю как, в одной одежде. Был вор на крем-клен. Да. Поэтому мне хотелось, пусть это будет недорогая ткань, предположим, но мне хотелось вот выразить себя в этом. С таким разрезом, с такой там юбкой и так далее, и так далее. С какой-то оборкой или без нее. Я говорю, неважно. Вот начиналось с этого, а потом, конечно, вот сегодня я, как бы, сама могу моделировать, я вижу, как я хочу, причем в разные периоды по-разному. Иногда хочется темной одежды, вот такое состояние души, что тебе не хочется в чем-то быть ярким. А иногда просто так устаешь вот как-то, да, и все кругом темно, и, может быть, какие-то события предшествовали более темно, а потом наметилась что-то такое, полоса какая-то. И уже хочется совсем по-другому, или что-то внутри другое. И тогда хочется одеться по-другому. Но сейчас вы не сами шьете, вы обращались к модельерам, да? Нет, я обращаюсь к модельерам, да. И не к модельерам, у меня есть партниха, да, которая не помогает шить, когда я этого сделать сама не могу. А вот из модельеров у вас есть какие-то предпочтения просто посмотреть? Мне нравится стиль Шанель. Очень сильно, потому что, может быть, ее судьба такая, вот как бы с детства оставила большой след в душе. Мне нравится не потому что даже строгость, и не потому что там какая-то печаль. Это странно, да, потому что вообще Шанель очень строгий стиль, а у вас стиль, наоборот, скорее такой барочный. Вы знаете, у нее... Я думала, что вам Версачо нравится. Нравится. То, что у меня есть вот склонность к чему-то, я, вы правильно подметили, может быть, даже не к барокко, а может быть, к прошлому, к позапрошлому веку. Я очень увлекалась историей 19-го, 18-го, 17-й эпохой Возрождения. Я очень люблю историю. И, может быть, как бы не то, что воспитание на этом стиле, но истории великих женщин, истории не только женщин, которую какие-то там были, занимая там посты великие, да, царственные особы, но нет, людей, которые одевались в обычную одежду, ну, как они подчеркивали себя. А вот если бы можно было, потому что, в общем, это нельзя почему-то, да, хотя сейчас очень свободное в этом смысле отношение к одежде, кончились все стили, вот нам Александр Васильевич сказал, что можно уже все, потому что ничего нового уже не будет, будет только рекомбинация всего. Все равно, в Кринолине, в общем-то, особенно не походит. Но если бы можно было выбрать какой-то стиль, вот какой бы у вас был самый любимый, что сейчас, они же тоже меняются, вкусы, вот что сейчас вам кажется наиболее привлекательным из моды прошлого? Наверное, времена Толстого, я честно скажу, война и мир, все одежды, в которых все происходят. А, война и мир. Ампир, да? Ампир, да. Высокая талия. Высокая талия. Пряменькая такая, все беленькая, здесь рукавчик такой. Да. И волосы. И локоны, да? Не обязательно тревога, надо, но как бы по-разному. Ну, в общем-то, посмотришь на миниатюры этого времени, вот основка на тут и гладко наверх, вот так вот. То есть это тоже римская прическа, по сути. Да, где-то так. Только видоизмененная. Где-то так. А почему вот у нас, как вы думаете, почему у нас вообще традиционно проблемами семьи, вот, там, права ребенка, там, и так далее, заняты только женщины? Ну, вы знаете, наверное, потому что женщины, как считают мужчины, рожают, вот они должны, и все эти вопросы... То есть всегда, традиционно, ребенок это для мамы. То есть мужчина в этом плане себя всегда, вы сколько вспомните лет, традиционно, начиная от патриархальной России и так далее, папа зарабатывал деньги, а мама воспитывала детей. Именно поэтому считается, что, наверное, она ближе может понять и домашнее хозяйство, и ребенка, и психологию, взаимоотношения. И поэтому, наверное, женщинам вот этот участок всегда отдают, который связан с семьей, с бытом. А вот, да, вот у меня просто, я никак не могу понять, а их это вообще не интересует, вот там, в принципе, да? Что там, вот, семья, дети, это сами разбираетесь, да? Мои, да, большие, может быть, или небольшие наблюдения за много-много лет уже, и в плане рядом, работая с мужчинами, я для себя пришла к такому выводу, тем более первое образование химии и биологии, да? Мне абсолютно понятно, что мы все-таки разные. Мы и мердитим по-другому иногда. Вот там, где соприкасаемся, там ближе всего, наверное, как бы и есть хорошие результаты, хорошие семьи, и взаимопонимание, и так далее. Мы по-разному себя чувствуем, и желание мужчины всегда доказать себе, окружающим, что он сильный, что он мужественный, что ему не до мытья посуды. Много-много лет подряд, а тем более это поддерживалось и культурировалось в обществе, мы никогда не уравняемся. Это нужно понять. Так и не нужно, наверное, уравняться. Не нужно этого делать. Это мое тоже глубокое такое мнение. Я считаю так, если человеку это интересно, и он профессионально понимает, и он от Бога, если я так могу говорить, да, и в душе, он педагог, он идет в класс и работает, как учитель, мужчина, да? Или он идет и там занимается с детьми, предположим, или он становится, у нас сейчас есть руководители, которые уполномоченные по детям, и работают в семьях материнских детствах. Да, да. Вы знаете эту историю с педагогом уполномоченным, который предлагал бить, только чтобы следов не оставлять? Да, это не нормально. Это вообще, это, да. Ну вот, извините, уроды есть везде. Уроды есть везде. Другое дело, что зачем мы этих уродов допускаем до подобных вещей? Ну вот а как? Мы не можем ничего не допускать? Выборы у нас отняли, мы ничего не можем сделать. Ну вот это плохо. Нет никакого способа. Все сами, сами. Я всегда за то, чтобы, когда говорится о том, чтобы развивать гражданское общество, я хочу, чтобы всегда, гражданское общество имело право повлиять на то или иное событие хотя бы. У нас нет гражданского общества. Ну вот, его надо формировать, ничего не сделать. Поэтому должны быть люди... Вы можете часть этого мира, Блин Тимбасс? Вот вы знаете, хотите честно скажу, вот часть не часть, я считаю, что если я что-то могу сделать... Нет, я не могу сказать, что я чиновник. Я не чиновник. А кто? Я не чиновник. Вы чиновник? Я не чиновник. Вы государственный категорический. Вы государственный чиновник. Вы государственный чиновник. Вы наш категорический бюрократ. Вы знаете, назовите меня как хотите, но я говорю, что в своё время слово «чин» давалось в хорошем смысле этого слова. И давалось не потому, что это про хвост, а давалось потому, что человек что-то делал, выполнил свою работу хорошо. Оттуда произошло это всё, если историю посмотреть внимательно. То, что потом сделали с этим, и то, как себя в этом мундире чувствует себя человек, и как он этот мундир использует, вот это беда. Я недавно, когда у нас выступал министр внутренних дел Рашид Гумарович на заседании Совета Федерации, я сказала ему о том, что самое страшное для людей, мы опрос сделали, что люди говорят, что мы боимся милиции. Вот это самое страшное. То есть это даже поставили выше, чем любую взятку, которую может заплатить водитель, гаишников. Вот можно договорить. Значит, а что, это действительно так, как бы это факт, поэтому тут ничего не скажешь. Вот страх, который вызывается у человека, вот это самое страшное. Так вот, человек, одевающий мундир милиционера, вот работу нужно проводить с милицией изначально, такую. Вот не оружие отдать, предположим, не школу милиции закончить, не профессиональную подготовку, а подбирать тех людей, которые не будут использовать мундир, потому что должны понимать, что это мундир. И ты уже от имени государства разговариваешь с человеком. Вот пока этого понимания не будет, что надо работать в этом плане. А, ну, я заранее могла вам это сказать, а то он не знал, что делают его люди. Нет, он знал, он знал. И что он, если бы он горько заплакал, сел на ступеньки и закрыл лицо руками, и стал рассказывать, что я бы хоть поверила, что в нем есть что-то живое. Нет, вы знаете, на самом деле, он не может работать в этом направлении. Нет, 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 нет. Вы знаете, как раз вот я была несколько раз с ним при разных разговорах, значит, со своими службами, со своей категорией, с общественной милицией, которая напрямую с семьями работает, с детьми. Не только жесткий спрос очень, но и вот до, не знаю, на клеточном уровне он рассказывает, что вы повернитесь, вы будьте другими. Другое дело, что из года в год, десятки лет, вот эта машина, вы знаете, вот они, стилет такой, непробиваемый у многих. Потому что надо все реформировать. Конечно, с этим я согласна. Вы знаете, вот мне, например, вот честно, хотите, я тоже боюсь милиции. Я это говорю откровенно. Потому что я в Ростов езжу очень часто, это моя родина. И я езжу не по личным каким-то вещам. Мы встречаемся, у нас свои комитеты вот и по многодетным, и люди, с которыми я работала, руководители просят какой-то помощи. Так вот, первое, с кем я встречаюсь в городе Ростове, это всегда с ГАИ. Причем, встречаюсь на конфликте. Ни на чем. Мы стоим на светофоре, на светофоре можно повысить скорость. Нет. Тут же за светофором стоит милицейская машина, где выскакивают к тебе, не представляясь, извините, чуть не палку в тебя бросают. Значит, и естественно, человек любой, если я даже не могу выдержать со своим вообще терпимостью, которую я годами в себе вырабатывала, чтобы не отвечать конфликтом на конфликт, потому что я не имею на это права. Вот у меня не хватает вообще слов, чтобы, или я сдерживаю себя, чтобы таким же тоном не ответить, чтобы, извините, не ударить по щеке, потому что рождается одно желание – ударить. Потому что с тобой обращаются, как с… извините, вообще ты не человек. А, собственно, я всегда задаю вопрос, а вы для чего здесь стоите? Даже если мы бы нарушили, понимаете? Но самое страшное всегда другое. Они врут. Они потом говорят, если ты вот не повернешься сейчас и не уедешь отсюда, да, то есть… Причем я никогда не имею манеры показывать удостоверение. Я ни разу не открыла своего удостоверения. Я считаю, что это, ну, как бы сказать, проигрыш, когда я уже буду вот, извините, вот я такая или не такая. Я такая, как все. Вот вы меня, как женщину, какое имеете право сказать «пошла отсюда», да, просто как человеку, не сенатору, женщине. И ты видишь, что я тебе не хамлю, не оскорбляю. Кто имеет право тебе говорить «а ты вот это мне сказала, когда я этого не говорила». То есть вот это возмущает больше всего. И вот за подобные вещи я бы никогда не оставляла на работе человека, потому что раз он так поступает, он завтра вот сделает вот то же самое. Хотя есть другие. У меня два друга милиционера погибли. Значит, погибли. Вот один выносил ребенка и сгорел при пожаре. Значит, второй в Чечне в свое время, значит, когда был теракт, там, от осколков погиб. То есть, понимаете, люди нормальные есть, и вот обидно, вот почему обидно всем людям? И кто в чиновнике, и кто, предположим, милиция, и кто бы не, и врачи, которые, предположим, многие говорят, много сейчас плохих и так далее. Да есть масса хороших людей. Вот этим очень, понимаете, чувствуешь себя настолько потом отвратительно. Вот мне когда показывают по телевизору какой-нибудь очередной там факт, и говорят, чиновники такие-сякие, вы знаете, у меня кусок горля не лезет. Потому что, когда ты приезжаешь, тоже, получается, в ситуации, что тебе говорят, ну ты же там, ты не можешь повлиять. Не могу повлиять на все. Потому что, но я могу единственное, что делать, вот я вижу, предположим, что не решается этот вопрос, или что оскорбляет. Я могу приехать и сказать начальнику областного ГАИ, позови этого мерзавца и при мне объясни, что так себя не ведут, дабы он этого не сделал еще раз. Или, предположим, у меня однажды был случай, когда я защитила организацию инвалидов, которые шили тапочки. То есть, одна организация, которая местная, муниципальная, занимается этим же, а вторая, сугубо инвалидная организация. Они полуслепые, полуглухие на колясках, но они шьют тапочки. Но, к несчастью для них, тапочки их оказались дешевыми. Там они по 30-25 рублей. А другие тапочки, такие же, по таким же лекалам, стоят там 200 с чем-то рублей, 180 рублей. Естественно, конкуренция. Берут дешевые тапки. И решили организацию закрыть. И вот, когда я позвонила и сказала, что разберитесь в соответствующие органы, мне тут же на второй день позвонили из органов и сказали, вы превышаете полномочия. Хотя, вот я человеку не могу объяснить инвалиду, руководителю организации, я хотела свои полномочия. В чем? Ко мне есть обращение, целая организация. Не отреагировать, занимайтесь законодательной властью, у нас разделение, как бы, функций. Но ведь для человека, ты, который, там, в Совете Федерации, ты сенатор, разве я могу отделить просьбу человека не для своего кармана, не для чего-то другого, что нарушили его права, и сказать, извини, это не мой вопрос, пойди вот туда. Я бы вот отменила в государстве такую вещь, когда человек жалуется на кого-то, чтобы присылали письмо туда же. Да, да, да. Я бы отменила. И отменила бы, и отменила бы, и отменила бы вот такую вещь. Если есть обращение, кому бы не было из властных структур, это человека право не замолчать это обращение, а обратиться в прокуратуру, в следственный комитет, в то же место, куда угодно. Но найти решение этого вопроса, я считаю, что так должно быть. И поэтому, вот вы говорите, конечно, значит, нервов потрепали больше двух с половиной месяцев. И вот такие факты были. То, что вы рассказываете, на самом деле, укладывается в одну такую стройную картину. В общем, нельзя сказать, чтобы эта картина была для нас абсолютной новостью. Конечно. Но надо сказать, что впервые мы слышим об этой картине с такой высокой позиции, как ваша. Я все равно оптимист. Я считаю, что нужно, чтобы... Почему вы оптимисты? Я с чего скажу. Потому что, если чего-то удается сделать, и ты работаешь в этом плане, и есть результаты какие-то в продвижении, в решении каких-то вопросов, это уже хорошо. Ну хорошо, а если мы все, никто ничего не будем делать? Мы не будем даже говорить об этом. Мне кажется, что если вы все ничего не будете делать, будет лучше, честное слово. А я так не скажу. Класс чиновничества растет каждый год. Нет, класс чиновничества может быть и много. Значит, ну, нужно персонально, я понимаю, да. Но я хочу сказать, что нужно подходить индивидуально к каждому. В этом классе чиновников есть люди, которым, поверьте, абсолютно, я знаю очень много таких людей, которым не безразлично, не как живут в соседнем доме. Я знаю. Понимаете, все равно каждому самого себя чуть-чуть тоже нужно начинать. И говорить не бояться, и вопросы поднимать, и не давать там, где не нужно. Понимаете, это трудно. Но это и есть характеристика человеческих собственных качеств каждого из нас. То есть если ты на это не способен, ну что ж, значит, тогда мы вот такие, тогда мы достоин такой же жизни. Поэтому у меня другой в этом плане подход. И я считаю, что, если ты видишь, вот сегодня маленький, вот я пришла в магазин, вот 4 дня назад, и селедка вот в стекляшке в этой, да, в кровянистом, водянистом растворе, покрытым тиной. Значит, и туда добавляют эту селедку, она самая дешевая, в этом супермаркете. Значит, я вас позвала директора, вышел. По-русски говорят очень плохо. Я не потому, что я не националистка, да. Откуда, говорю, вы приехали? Ну, из восточных наших республик, понятно. Я здесь москвич, он мне говорит. Я говорю, если вы москвич, почему же вы так не любите людей? А почему я не люблю людей? Я говорю, а вот это что? Он говорит, селедка. Я говорю, я пришла купить селедку, я очень люблю селедку. Вот хочу ее. Какого посола вы можете попробовать? Я прошу вас попробовать. Я попросила достать селедку и его попробовать. Он сказал, я не буду, я не люблю селедку. И вот я ему говорю, я сейчас позову селедку, потому что селедка. Понимаете, для этого не нужно документов, для этого не нужно чего-то. Нужно просто не пройти мимо. Ну что, встал есть? Нет, конечно, но я все вымою, я уберу и так далее, и так далее. И вот, понимаете, конечно, все убрали, навели порядок. Утром я всего этого не узнала. То есть зашла, не поленилась, зашла еще раз. Просто посмотрите. Я поняла, ты пионерка. Я не пионерка. Я не пионерка. Я не пионерка. Я хочу, чтобы людям были не безразличны. Пионергируйте, партнер. Нет, ну вы понимаете, для меня... Валя Петренко, Марат Казин. Я не понимаю, почему, например, люди живут на одной площадке, знают, что за дверью бьют ребенка, или бьют, да, бесконечно, и ребенок в клетке, или выходил ребенок и не стал, или пенсионер-ветеран гниет, лежит, значит, в постели к нему никто не приходит. И все спокойно едят свой ужин и ложатся спокойно спать. Вот мне это непонятно. Для этого не нужно ругаться с властью. Для этого не нужно... Даже те, кто боится, предположим. Я вот этого понять в людях никогда не могла с вот такого. И даже когда тебе дают по морде, ты вытираешь сопли, и все равно ты такой же. Понимаете, иначе тогда ты не человек. А вы верующая? Да. И коммунистка, и верующая, да? А я, когда и была коммунисткой, я ходила каждый праздник у нас в железнодорожном районе. Это все знают. Жил наш Владыка, который потом стал Владыком. Он принимал участие в выборах вместе с Алексеем Вторым. В свое время с патриархом. Значит, он на Украине стал управляющей делами. Владыка Владимир. Я ходила на все праздники. И ходила на... Не только на церковные праздники, но и в гости. И всегда встречалась с ними. Мы очень дружили. И я понимала, и читала книги. Как вот комсомолка, партийная и верующая. Хотите, я вам сейчас расскажу, о чем я думаю очень давно. Внутреннее состояние души и партия – это абсолютно две разные вещи. То есть партийного билета у сердца никогда не может быть, понимаете? И организации времена меняются. Партии могут интегрироваться, изменяться, называться по-разному. Поэтому партия – это то, что есть выражение для меня было, возможности своей позиции. А душа – это совсем другое. И для меня, например, нечто большее, то, что есть в душе у каждого человека, духовность, вот эта нравственность, такими словами не разбрасываются, она внутри. Вот это от Бога. И поэтому мне надо демонстрировать там или размахивать. Поэтому, когда ты приходишь в церковь, церковь абсолютно безразлична, в какой ты партии, как ты там свою профессиональную деятельность реализуешь. То есть через что, через какие институты власти. Вот для меня партия – это такой же институт власти определенный, который позволяет либо состояться, либо не состояться в хорошем смысле или в плохом. А церковь – это институт власти? Нет. Нет. Я считаю, что это институт души. А я считаю, что наша церковь – это безусловный институт власти. Ну, опять-таки, кто… Нет, для меня это институт души. Для меня. То есть я не воспринимаю церковь как здание. Вы косметику смываете, когда в церковь ходите? Я – да. Без косметики ходите? Без. Да. Потому что вообще в Ростове-на-Дону, как правило, в косметике ходят. Вы знаете, я честно скажу, не буду врать, что, конечно, я бываю и в косметике. Но когда у меня есть необходимость по великому празднику, да, либо при крещении ребёнка, либо при каком-то танце, которое надолго и всерьёз, как бы тут тогда, когда ты едешь… Какая разница, девочки? Я просто спрашиваю. Нет, я… Я не делаю этого всегда. Какой вопрос встаёт? Ну, почему такой вопрос встаёт? Ну, потому что человек, который как бы там выцерквлённый, да, предположим, вот… Я не могу сказать, я… Там это не принято просто. Другое дело, что в Ростове, например, это принято. И в Ростове, который город очень агрессивный, я хорошо знаю ваш город, где уровень агрессии невероятный абсолютно, и на улицах, и в манере вождения, и так далее, там и в церкви, дай Боже. Там такие скандалы в очереди к причастию. Такая толкотня, с таким криком, как на базаре. Вот я хожу, например, мне очень нравится, я бываю в соборе, и в Новочеркасске, и в главном храме Ростова. Может быть, изменились, времена люди меняются ведь тоже. Вы слышали песню группы Каста «По голове себе постучи». По голове себе постучи, да. Это же про Ростов абсолютно песня. Вот в чистом виде. Но, вы знаете, а с другой стороны, я вам хочу сказать… Там спрашиваешь, которые час тебе говорят «по голове себе постучи». Хорошо, что нож не достает. Вы знаете, ну, есть и другое абсолютно. Есть и другое абсолютно. То есть я люблю свой Ростов именно из-за людей. Не только Ростов, а именно Ростовскую область, где люди, которые тебя не спросят, тебя не спросят, как тебя звать, тебя напоят молоком, тебя пригласят, тебя угощат. Покушать – это святое, это правда. А ведь открыть двери тоже не каждый всегда может, да, или распахнуть. Поэтому у меня как раз ровно наоборот мнение. То есть это не агрессивность. Это, наверное, вот это свободолюбие и нежелание мириться с какими-то определенными недостатками. Оно более… плюс смешение кровей делает человека более эмоциональным, что ли, более таким выразительным, более ярким и в своем поведении. А то, что есть и грубость, и хамство, ну, это отсутствие культуры в любом регионе его можно найти. Только в одном больше, в другом меньше – это, может быть, да. Но, как бы, здесь, может быть, вот я еще раз говорю, колорит именно южный, он дает о себе знать в поведении. У человека больше солнца, тепла, яркости самовыразиться. Это проявляется в характере. А вы как считаете, вы больше в отцовскую родню или в материнскую? Ну, наверное, больше в папину. Больше в отцовскую. А княгиня Волконская у вас со стороны мамы? Папы. А, папы. Да. А казаки? Папы тоже. Тоже папа. Да. Больше мама более южный человек, вот туда южная совсем, в сторону линии. Вот. А папа вот более северный человек. Есть и польские корни, как бы, вот так. Это по папиной линии. Ну, я вам хочу сказать, что совершенно просто волшебно. Вот ваш образ сложился на душе. Не надо, помните, как... Я в восторге от знакомства с вами, правда? Помните, как в зене... Нет, служебный роман, помните? Ну, не надо говорить, я не такой хороший, помните? Да, Татья, как бы, когда представлялся любимый мой актер. Я даже не говорю, что вы такая хорошая. Вот, просто очень интересно. Спасибо. Спасибо вам. Было ощущение, как будто ты за кружкой горячего чая у себя дома можешь обсуждать проблемы и те, которые у тебя на душе есть, и те, которые, в общем-то, и домашние, бытовые, и государственные. Вопросы, как сделать так, чтобы человек, облеченный властью, сегодня был прежде всего на службе для людей, а не для себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok